Добрый день, уважаемые коллеги, партнёры и инвесторы! Вы находитесь на канале двигателей Дуенова. В этом видео мы затронем очень важную для нас тему. Многие из вас знают, что благодаря использованию технологий совмещенных обмоток Славянка, возможно создавать асинхронные электродвигатели более высокого класса энергоэффективности в корпусе более низкого. Важно то, что при этом сохраняется присоединительный массогабаритный размер. Сейчас ведущий инженер Игорь Корхов расскажет, каких успехов в этой теме удалось добиться Совалмаш и над чем ведется работа. Приятного просмотра! Сегодня у нас одна интересная тема. Многие производители электродвигатели, пытаясь выйти на более высокий класс энергоэффективности, делают некоторую, скажем так, легкую махинацию. А именно, ну, смотрим к примеру. Вот у нас один есть большой такой толстенький моторчик одного из именитых производителей. В данном случае 132 габарит. Чтобы сделать высокий класс энергоэффективности, они берут ниже размера, к примеру, 112 габарита, мощность. И эта мощность с этим двигателем, соответственно, получает класс энергоэффективности выше. Ну, мы идем другим путем. Мы пытаемся сделать, ну, и не только пытаемся, а уже сделали, то есть, в данном габарите, соответствующем ГОСТу, класс энергоэффективности, там и Е3, и Е4. А что будет, если нам пойти по пути некоторых европейских таких же производителей? Ну, посмотрим. Итак, мы переместились в нашу лабораторию. И в данном случае можете видеть на стенде крутится тот же мотор, что мы там показывали в намоточной мастерской. Это сотый габарит. В данном случае он у нас уже крутится порядка часа, а то и больше на стенде для установившихся теплового режима. И мы можем наблюдать. Температура корпуса максимальная 36,4 градуса. 36,4 градуса. Двигатель работает под полной нагрузкой, но по европейскому стандарту. То бишь мы снизили его номинальную мощность на одну ступенечку ниже. Во всяком случае, этот двигатель уже у нас под своим номиналом ГОСТовским показал Е4. А теперь посмотрим, что он покажет под европейским стандартом, как говорится. Перейдем к циферкам и смотрим на прибор показания. В данном случае наш мотор при мощности 1,5 киловатта показывает 87,5-87,6 значения КПД. А по стандарту это у нас будет... Стандарт устанавливает предельное значение КПД для двигателя такого типа, то есть 1,5 киловатта и 1000 оборотов в минуту синхронического вращения, как здесь видим, 85,9 процента. Вот. На всякий случай, если кто-то спрашивает, видит, что вот результаты расходятся с таким-то значением, проверяет, смотрит. Есть еще такой ГОСТ, который можно посмотреть. Это 1,2014 тоже яйца. Номинальное значение параметров и эксплуатационные характеристики. В данном случае в этом ГОСТе устанавливаются преддопустимые отклонения параметров, в том числе и по КПД. То есть, ну, здесь мы видим, что у нас для 1,5 киловатт КПД будет в плюс, но эта информация будет интересна, если вы видите, что КПД отклоняется в минус. То есть, если у вас единица минус КПД по модулю получается меньше 15 процентов, то такой двигатель у вас попадает в соответствующий класс. Поэтому отклонения тоже необходимо учитывать. Здесь мы видим, что КПД у нас, ну, примерно на 1,5 процента превышает КПД для класса Е4 при мощности 1,5 киловатта. В настоящее время стандарт по классам КПД определяет 4 класса от Е1 до Е4. Класс Е5 появится либо в следующей версии стандарта, либо в его второй части, когда это будет разработано. Продолжаем наши эксперименты. Все тот же двигатель крутится, но только теперь под номинальной своей нагрузкой, а именно 2,2 киловатта. Прокрутился у нас тоже в пределах одного часа, вышел в установившийся режим. Можно посмотреть, что температура в данном режиме теперь у нас повыше, конечно, чем на 1,5 киловатта. Вот он в данный момент показывает максимальное значение 44 градуса. Ну, этот по центру у нас точечный индикатор, то есть, куда мы его направляем. Ну, он 43-44, вот он прыгает. Есть. Все. Так что теперь переходим к циферкам. Мы можем видеть, что у нас нагрузка составляет от 2,2 киловатта. КПД при этой нагрузке 86,6, там иногда опять прыгает значение. Момент, соответственно, 21,9 там с копеечками прыгает. Вот он предустановленный. Вот. И теперь, чему он соответствует, коллега расскажет. Опять обращаемся к стандарту и смотрим, какой номинальный КПД для класса Е4 определён для двигателей мощностью 2,2 киловатта. Соответственно, тоже 1000 оборотов синхронная частота. Смотрим. 2,2 киловатта, 6 плюсов 1000 оборотов, 87,4%. Провели испытание. Смотрим, что мы получили в номинале. В номинале у нас КПД равен 86,61, то есть 86,6%. Смотрим, проверяем на предмет допустимых отклонений. Формула представлена вот в этом пункте в соответствии со стандартом, о котором я уже упоминала. Это номинальные значения эксплуатационной характеристики, то есть отклонения единицы минус КПД до 15%. Что у нас получилось в случае с этим двигателем? То есть отклонения минус 6,27%. То есть получаем, что в соответствии со стандартами ЕЦ этот двигатель у нас также выполняет требования класса Е4 по классу КПД, проходя с КПД 86,6%. Продолжаем наши опыты с нашим мотором. Но теперь он работает в большом довольно перегрузе, то есть вместо 2,2 киловатт его номинала, он у нас 2 часа времени провел на 3 киловаттах. Смотрим его температуру. Максимальная температура корпуса 65 градусов, вот в этой точке показывает. В углу можно видеть. В перекрестии, да, только в данном положении, где мы перекрестие направляем, он показывает. А максимальная 65. Мотор работает на 3 киловаттах вместо 2,2 уже около 2 часов. А теперь переходим к циферкам. Вот, а циферки у нас показывают вот что. Значит, при мощности в 3 киловатта выходном, вот у нас в данном случае, вот она мощность 3 киловатта. Соответственно, у нас коэффициент полезного действия равен 83,7 с копеечкам туда-сюда бегает. Вот сюда 3,7 принимаем. Это у нас, напоминаю, двигатель сотого габарита с номинальной мощностью 2,2 киловатта. В данном случае, в режиме S1. В данном случае, то же самое в режиме S1, он у нас проработал 3 киловатта более 2 часов. Перегрева ничего нет, все нормально. То есть, если крупные, крупные европейские производители идут на увеличение класса энергоэффективности тем, что берут более, в большем габарите, делают меньше мощность. А мы, как говорится, наоборот, в меньшем габарите сделали большую мощность. Тем не менее, у нас класс энергоэффективности фактически, ну, на пределе, но в Е3 до сих пор. Но об этом сейчас коллега расскажет подробнее. Мы снова обращаемся к стандарту по классам КПД, классам Е. На этот раз мы смотрим тоже двигатель 6 плюсов и 1000 оборотов синхронной частоты вращения, но 3 киловатта номинальная мощность. Смотрим предельное значение КПД нормативно. Это 85,6 процента, как здесь показано. Вот я вам даже покажу. Это та таблица, которая у нас есть, Е3 при частоте 10 Гц. Как мы видим, двигатель показал КПД 83,7 процента и производим проверку на выполнение требований класса. Значит, здесь у нас получается, что КПД буквально по краешку у нас выходит все-таки в класс Е3, потому что разница между вот этими вот значениями единица минус КПД нормативный и зафиксированный составляет по модуль менее 15 процентов. Можно проверить. Вот ссылки на классы КПД и ссылки на ГОСТ, где показаны допустимые отклонения, то, о чем я говорила раньше. ГОСТ 2014 года. И Игорь дополнительно просил меня вывести температуру обмоток, показать, что не было перегрева. В данном случае она составила 73,76 градуса по Цельсию. Температуру обмоток считали косвенным образом с помощью температуры на корпусе и с помощью сопротивления, изменения сопротивления обмоток. Формула тоже приведена, она тоже стандартная. Можно здесь ее видеть. Подведем некий итог. Данный мотор с обмоткой «Славянка» демонстрирует не только в номинале 2,2 киловатта. Отличные результаты. Ну а также и в значительном перегрузе, то есть на 3 киловаттах. Он остается фактически в допусках класса Е3, при этом не перегреваясь. Вот. И думаю, даже его, в принципе, можно еще нагрузить. Ну, не будем этим уже заниматься. Это будем делать уже с другими моторами и с другими вариантами нашей обмотки. Ну, продолжение следует. На этом наше видео подходит к концу. Обязательно сделайте репост, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Так вы всегда будете оставаться в курсе последних новостей с Оволмаш. До новых встреч!